ДИАТИМ БАНД ДИАТИМ БАНД Батрайдру ходит в бан, сразу берут Дарксир, понравился им Дарксир. Дэнзи, видимо, очень нравится Дарксир. Видимо, он очень советует Пупея, Пупея возьми мне Дарксир, такой интересный герой. Можно кидать на себя ёжика, ходить вокруг людей. Ждём, чем ответить, тем дегнет, то есть первые два пика самые важные. Опять же, Никс Ассайсин с лиспом, прям повторением ощущения чувствует. Будет смотреть, усвоили ли урок на Ави. Хочется надеяться, что усвоили. В прошлой игре, конечно, на ВСП не так обильно летали, как хотелось бы, но... ...свою роль он значительно сыграл. Просто бегался по слатиник, и вдвоём они бурстили всех на ура. Да, Никс Ассайсин там подрезал саппорт по лесам, тоже вполне работал. Конечно, поначалу было немного сложно в трилейне, но... ...потом, как разошлись понемногу бородить люди, и теник на фармивы, и поубивали людей, всё хорошо стало сразу. Как только снесли с первой вышки. Нави берут Жакиру опять, с Куинов Пэйна отнимают они. В прошлый раз Куинов Пэйна была у Дигнитос. Дэнди, видимо, решила отыграться. Надоело на Дарксире играть, видимо. Ну и опять Тайни. То есть, в точности, те же самые пики, что и в прошлой игре. Команда Дигнитос. Нави немного по-другому чуть-чуть всё. Ждём, что уже они будут банить теперь. Забавно, Бестмастер очень сильно, кстати, хорошо сыграл Снэйкинг, он и соло там нормально постоял, чуть не убил он там Клинксон. И потом стабильно сцеплял и критических людей своим Прайм Рором, своим Ультимейтом. Хорошо очень зашёл в лайнап героя, плюс он Аурой давал атак спид невероятный синий, который просто всё убивал своим Аганимом, Кристаллусом, Дейдаусом. Банит Клинкс, видимо, не понравился он им чем-то. Анчан сейчас тоже уходит в бан. Не помню точно, кто, но помню, кто-то очень любил на Анчантр сыграть. По-моему, Фокт, не могу ошибаться. Банит Свена, Нави turn to ban. Свена, жаль, так и не увидим сегодня. Как он убивает людей, становится красным, все убьёт лопатой. Задумались, Нави, они видят, как бы, опять лейны, что чётко обозначен только трейлейн, поэтому банит всех подряд. Забанили инвокера. Фокт отлично играл на инвокере, насколько я помню. В своё время, помню, показывал замечательные игры на экзорт инвокере. Последний бан Дигнитас, есть соло, есть мид, либо второй соло, есть саппорт. То есть надо банить с кэрри, банить саппорта сильно. Свена уже забанили. Всё остальное не такое. Остается 10 секунд, резервное время есть. Долго они это всё дело обсуждают, конечно. Забанил на экз в итоге. Сход берут в эрку, на сложную видим пазит в эрка. Дарксир может в джунглях поставить в случае чего. Ну, либо в трейвейн, можно, я не знаю, как они сейчас поставят их всех. Надо добирать команде Дигнита с какого-то героя на мид, надо ставить какого-то на соло. На соло был опять не такой уж большой, но есть с чего выбрать. 30 секунд резервного времени у них остаётся. Отлично, берётся пак. Может как на миде стоять, так и на сложной линии в одиночку против трейвейна всяких. Из-за своего эскейпа. 6.75, 7.6 вроде баффали ему урона на всех спеллах по чуть-чуть. Фейсшифт. С выживаемостью у неё, конечно, так и проблемы до сих пор, если, конечно, не пытаться сильно всех джук с помощью фейсшифт, блинкдаггеров и так далее, таких вещей. Антимейдж, вот эта заявочка. Со спеллшилдом, между прочим. Может очень хорошо сработать, лишь бы только Тинни не успел расформиться так, чтобы он уже и рукой бил больно. Какой-то в прошлом файте, в прошлой игре, точнее, в последний файт, луна пытается что-то делать с Тинни, но тот её за один удар просто убивает буквально. Остаётся 10 секунд, но есть ещё полминута резервного времени, на последний пик подумать. Скорее всего, кого-то на мид возьмут теперь. Тайд Хантер. Видимо, пак всё-таки падет на мид, либо висит с Тинником. Разбирают героев, сейчас посмотрим, кто куда. Так, поехали купеи на Дарксире, Дэнзи на Квапе. Наконец-то отняли у них Дарксиро, не дали, точнее, ему Дарксиро. Хвост, пимп мой антимейдж, просто со всем, что можно, одетым на антимагасовую. Смайл на Жакира, Лайт оф Хэвен на ВР, бегут все на бот, спасай свой пул от варда, как обычно. Снэкинг соло будет стоять на Тайде. Фокт на паке идёт на мид, ну и, собственно, Трейлэнзис, Вейт и Сэкси, на них сосайся, не тайцы в тайм. Ну и Спилот протянулся на Кауи, который будет на тени играть, будет опять керрить их, пытаться. Ну, посмотрим, посмотрим, как сейчас это выйдет. Находит Тайден, но не дотянуться до него ничем, собственно. Посмотрели друг на друга, разошлись. Лайт оф Хэвен бежит уже к себе на соло, на сложную линию. Дэнди идёт стоп с крипов. Посмотрим, где будет роны. Даже особых контестов за роны нет, вот стоят здесь. Заходит в лес в секретный магазин, ну, передумали, видимо. 1-0. Ровно спальнице снизу. Это дабл дэмэдж. Будет брать его Жакира, чтобы харассить товарища Тайден, отгонять его от фарма. ВР-ку настреляли на пол-ХП, она обнаружила всю эту компанию в лесу, но разошлись полюбовно. Висп тоже на пол-ХП. Ну и у нас пауза. Ждём, когда переконнект с Лайт оф Хэвен. Смотрим, Дарксир. Лейнвард здесь стоит у ребят уже вовсю. Здесь Висп, Тинни. Никс Ассасин, который может сжечь ману этого Дарксир. Конечно, у него спални не так долго стоит. Получить второй уровень за трипл станы, они просто убьют, скорее всего, этого Дарксира. Если он будет сильно вылазить, то всем надо пытаться как можно дальше от крипов. Все лагают, все реконнекции, невероятно. Здесь встречает по Квапу, но не знаю, мне кажется, Квапа, в принципе, посильнее должна быть на этом Лайне. Тайда здесь, конечно, тоже надо аккуратнее, но убить, думаю, прям сразу так не будут убивать здесь. Помимо Айспаса, только что хвост ману отрежет всё. Хвост взял блинка первым. Сход за пулей Макучерегена, он купил Паруманшилт себе. Отлично, быстро вернулись, очень молодцы. Ждём Пупея, видимо. Есть в арту Дэнди на Айншентах, мало ли что, любят его в смоке в гангсе. Взяли все втроём, вылетели просто. В четыром. Нет, втроём. Дерзает меня большие сомнения, что антимаг успеет разогнаться до того, как что-то произойдёт. О, гад, снэйкинг что-то начинает спамять. Помню, как-то попался мне в матчмейкинг, где снэйкинг среди ночи. Убил всю нашу команду. Не очень приятно было. Ждём хвоста последнего. Всё, вроде всё готово, все пришли. Невероятно дорогой курьер. Всё, а к рейтингу командной Дигнати просто в разы и выше. В этих, конечно, фирменных свой, как бы, Нави. Но это как-то подороже, я считаю, будет. Поехали, наконец-то. Гудак и фан. Пошло-поехал. Встречается на Медесу, ходит Дэнди, убивает крипа. Идут убежать Тайда. Как раз ДД его, Жакир, сейчас. Идут, слушай, режут его прям хорошо. Так, сейчас Айс пасов. Айс пасов нет, он замедлил его вместо этого. Как бы не было Ферст Глада, нет. Не было Ферст Глада, буквально чуть-чуть дотянул он до вышки прям. Здесь же гонятся за купеем точно так же. Пришёл Лайт оф Хэн к ним на помощь. Ферст Глад забирает Лайт оф Хэн, отлично, тут же умирает купей. В который раз уже у нас Ферст Глада, буквально в одну и ту же секунду, две команды забирают пилы. 2-1 между тем. Дарксир понял всё это. Пошёл в лес теперь, в джанглиц. Так, кто там ещё умер? Тинни умер, Виск умер. Отлично, они просто самых нужных людей убили. Флэрк не боится, заходит уже подушку фармить. В принципе, мана полная у Тинника, мы могли бы что-нибудь придумать. Тинникс второе время получил от всего этого, он остался в живых. Могли бы поставить попробовать вверх. Вырочи у него ману, но ядра он сперва. Буквально в критик маны. Решает этого не делать, здесь запули, здесь сложный двойной запул произошёл. Хвост фармит, 7 клипов уже. Тайта мне не особо сильно мешает, Тайта сам гашем подфармит, остается без маны. Хвост чуть-чуть отрезает от маны. Пак харасит Дэнди своим иллюзори орбом. Дэнди в ответ просто напрыгивает на него. Делает какое-то ПВП стандартное. Стоит, стреляет. Разводит на сальву. Использует свою, то есть берёт руну невидимости. Кто-то крашнулся, здесь ВР-ку как раз обходят. Очень такой критичный момент. Не знаю, что делает ВР-ка, но маны при этом у неё нет. И скорее всего сейчас она и умрёт. Как раз мана Манобёрном зашёл как раз, как я и говорил, в Никс Ассайсен. Спирит уже начинает крутить. Ждём, когда вернётся Тайта. Тайта, в принципе, в довольно безопасном месте, если что он на базу пойдёт автоматически. Дэнди Синвизм, скорее всего, наверху, он просто не успеет, он вернётся на мид. Дарк Сирзы стерпит от крипов. Бил маленький Кэмп. Сейчас будет отпеваться. Так, всё, вернулся Тайта, слава богу. Го-го, гайс. Отжимает молча. Вот. Входится там в Р, Кутиник еле-еле дотягивается с Таном. Бежит, бежит. Накрывает её сверху. Тинни достаётся килл. Тинни практически все ресурсы свои потратила. Маны нет, ХП нет. Зато достался килл. Дэнди, 10 крипов, 4 дэная. 10 крипов, 2 дэная упаку. Практически ровный матчап. Он активно очень доржит все его харасса. Фейтшифтом своими. Дэнди решил всё-таки дождаться в итоге, не брать инвести сразу. Отпился, получил кучу регена и прыгает обратно сейчас. Бесплатный харасс просто. Не верен, видит левую вышку или нет. По-моему, он прям на крови вот так стоит. Не успел пак поражать. Получает урон, просто много урона очень. Ещё и даггеров в спину. Смотрим на ВР-ку. ВР-ку вернулась, харассит и спа. На спа только 2 клейрити осталось больше. У него вообще ничего нет. Он тянется в кауэ. Отпевает его маной. Любой-дорогой смотреться. Здесь все-таки убили наконец Тайда. Засмотрелся, видимо, он ушёл слишком далеко. Его так и гнали в итоге. Пассивку в Тайд не вкачал, поэтому нарезали просто с руки. ВР-ку смотрится, то есть можно сделать, но сделать здесь можно не так уж и много. Пришёл Дарксир, кидает петёжиков. Амшалы. Здесь товарищ делает стак. Отпулил. Зафармил себя. Принёс себе бутылку, тоже будет из них ходить убивать. Дэнди приходит на хосте сюда. Купей Дарксир бежит. Все это видели, все понимают. Стоял в арте Дайров вот здесь вот. У Бленшинтов. В общем, быстро среагировали, убежали. Молодцы. Хост продолжает делать всё чёрное дело. Рубит крипов, ненавидит ману. Магию волшебников. Большинство остальных скучных вещей. Купей хочет есть деньги на ботиночки. Не покупает пока ботинок. ВР-ке скоро будет Дранковый Бутс. В принципе, есть... Не уверен, что Харасит. Её скорее сразу убивают. Если он попадётся. Тайд приходит на мид тем временем. Мана есть притык на гашу. То есть 25 мана всего. Пытался не затеяли в войти. Прямо на речку наступил и передумал. Есть подозрение, что следующим киломом будет опять-таки ВР, если на миде ничего не произойдёт. На мид приходит здесь Дарксир ещё рядом стоять. Сильно он не поможет Дэнзи в случае чего. В то же время Дэнзи спокойно блинковаться. Можно с Альницей, не вкачан так сильным паком. Он ультимейт получил наконец. Тайд ходит, секуирит Рону. Через 5 секунд появится Рону для неизвестного. Находит его Жакира. Посмотрим, кто здесь... Кто более мэн. Тайд просто встал на место спауна Рону и стоял. В итоге Рону забирает Дэнзи. Как-то это не старался. Идёт он на ток, весьма уверен. Не знаю, в принципе, её там могут и убить. Жаль, только ВИЗ без маны. Тинни тратится стан, очень опромечивая решение. И всё убегает. Отлично бежал, притом. Дотягивается только до Никса. Тут пытается ползить. Сейчас Дэнзи его подавит просто-напросто. Квартирца деревьев сдувает. Сдувает Никса, убивает ВВР. И тем временем идти не стал нам. А в ланшем своим. Дэнзи застрял в лесах. Всё это время не мог никому помочь. Прыгивает, идёт обратно. Дарксир пока на миде здесь кидает ауншелла. Получает экспириенс, пока Дэнзи нет. Седьмая минута, счёт 4-3. По килом минуту, опять же, всё вполне хорошо. По XP очень большое преимущество у Радиантов. На Ави. То же самое с золотом. Там хвост фармит, дай бог. И всё, ну и Тайда пофармил уже. И вот это всё. Жёлтое колечко у неё есть. Ring of Hells. Харасом не так страшно. Страшно, если только к нему кто-нибудь прилетит. Реально убивать уже. 300 хп забор сцятому. Будет совсем плохо. Приходит Дарксир к нему, приходит Жакира. Смотрим, что они хотят делать. Скорее всего, будет давить на Тайда. Есть катапульты, есть скриплэйф. Могут и покушать чуть-чуть. Пытался не палить с Пупей, но его уже заметили. Это Тайд там осторожненько стоит. Решили не терять время. Пошли дальше. Дэнди, Далли, Сайлина, с ним всё нормально. Более времени. Жакир берёт невидимость. Ассасин здесь идёт. Вардис буквально сталкивается с Жакиром. Не замечает его. Пытается уже совсем аккуратненько стоять. Забивается в лес. ВР-ка более-менее свободно стоит, на удивление. Ауэй. Без ХП практически. У меня есть спойнт-бустер. Пустая бутылка есть. Вр-ка более-менее свободно стоит. Вр-ка более-менее свободно стоит. Хотел убить Курьера. Он увидел Курьеру. Сейчас попробует убить Ауэ. Чуть-чуть не наступает. Застанет Смайла Ауэ. Прорвал Стику. Ушёл 100 хп у неё. Наступил бы он на Ас-пасс. Он был умер. Сто процентно. Теперь находит Пак. Арсар. Кидает на неё Дрим Койл. Ну и просто заплёвывает. Дал Сайленс. Заплевал. Здесь пролетел получать Экспириенс. Неверенно спел ли он это сделать. Здесь пытаются дальше допушивать Бот Тауэр. Тайт входит вокруг. Всё это. Получает Экспириенс. Ждёт, когда у неё появится Раваш. Какого он уровня. Смотрим. Уже Раваш есть. Сто уровень Тайт. Теперь им надо как-то пытаться подраться. Потому что Тинь тоже регент. Синь седьмого уровня. Вот можно было за это Тауэр подраться. Вот он собственно и летит. Летит Пак. Даю Траваш. Только на хвост у него попадает. Хвост отпрыгивает. Купея приходит. Получается Алинс. Денди врывается. Просто убивает Тайда. Убивает Пака. К сожалению, он умирает. Сам его просто выжигает. Ник сосаясь на выжигу Мамана. И потом добил его весь в итоге. Два в два разменялись. Умерло по одному соло героя. По одному герою Смеда. Тауэр разобрали. Нави всё-таки всё хорошо. Так что размен, я считаю, в пользу Нави. Драли за вышку. На вышку внимания так никто не обратил. В эрке Фейсбутс уже начинает делать Форстав свой. Есть Рингов Реген. Может Меку будет делать. Не знаю. Посмотрим. Здесь Денди перемещается на топ. У него уже есть Огрклаб. Делает либо Аганим, либо Блэккембар. ВКБ. Покидывается клепами в него Ауи. Но как-то неубедительно. Приходит Висп. Денди отбивается сходу. Пак убивает иллюзию здесь. Которую на карте видно как настоящий герой был. Наверное, конфузен. Денай Тауэр. Висп прям вовремя. Последнюю точку кинул. Впрочем, там идти не бы задана в это же время. Ну, как минимум, они теряют мап-контроль. То есть у них карта как-то вот так вот остается. Пока здесь есть варды, вроде более-менее опасно. Безопасно, вернее, в джунглях ходить. Какой-то вот странный вард. Я даже не вижу, где он стоит. Первый такой вижу. Интересно. Вейнвард. Можно было просто сюда его воткнуть куда-нибудь, тем не менее. Никса Сайсин. Он получил 6 уровень. Индет поражал себя. Пытается охотиться на Денди. Который подушечкой просто стоит. Не знаю, есть ли у него инфа, что там где-то ходит Никс. Вот, теперь она у него точно есть. Жакира отлично спасает Денди. Который прожимает тут же моментально Стик. Пытается отпеваться. Пролетает Висп в Стини. Убивает просто Денди. Арсар тоже умирает. Забирает напоследок Никса. Купей бежит дальше, но плохая идея. Его убивает Пак. Прыгивает в хвост. Просто пытался убить той своей Пака. Пак все равно умирает, тем не менее. Кроважем убивает ВР. Убивает хвоста. Трипл кит для Тинни. Просто лайпнули команду Нави. Дигнитас. Очень хорошо. Прямо очень вовремя влетели Тинни с Виспом. Убивали просто всех подряд. Не знаю, зачем хвост пришел. Но видно было, что файт совсем не фейворабл. Надеюсь, ультимейт и пусковый подрейзер убежать. Но в итоге сам попал в просак. 8-11. По ТВ-рам проигрывают Дигнитас. Но как бы... Не совсем все плохо. После последнего файта у них постепенно сейчас начнут вырисовываться нужные вещи. У Тинни тысяча... Даже восемьсот золота уже осталось до Аганима. Так нужно его... Ему... Так, купил Арканин Бути Стику. Продолжает на меде какие-то схватки. Стоит он... Сентри Вард есть. Не попали у него Станом. Попали бы Станом. Убили бы, скорее всего. Так он встал прямо на Сентри Вард, который видит невидимых юнитов. Продолжается опять давление, оказывается, наверное, не Тауэр. Стоит здесь Пак. Стоит здесь Никс Ассасин. Ультимейт у него отказит секунд через 30 с Курьер. Что это принес Курьер? Ну, Львисман всего лишь Лебилант. Не знаю, что здесь. Не успел я заметить. Не важно. Здесь, как можно скорее, пытается купить свой Аганим, наконец, и... Начинать веселье свое. А ходит Хасту, Дэнди пытается что-то смотреть здесь. Высмотрит. Высмотрел Тайли, Тайли. Не уверен, что он убьет. Что-то сейчас пойдет на него давить. Ждет он, когда к нему антимаг пробежит. Включает Хейст. Два Блинкера, собираются. По-моему, крипы здесь очень отлично дали вижн. Тайли он вполне понимает. По-моему, вот здесь вышка уже тоже есть. Вот он, напрыгивает у него, дает им дайгер. Пуляет, пуляет. Понимает, что не хватит урона, даже если он ультимейт заюзывает. Да, 350. Да, 350 урон. Подожди. Киртер демаш. Вот эвр. А, ну так же 350, что с гоним, что без урон. На первом-то уроне. Мид 164 ХП сейчас скоро Ох, станет Пупея, влетает Висп опять Висп почему-то один влетает Приходит Тайд, у которого Раваш уже откатился Пупея налог ХП Раваш убирает Пупея, забирает Лайт оф Хэм, убивает Джакира Улетает обратно просто с тяги двоих Хвост пытается резать, но вовремя поражал Керпас Не успел убежать все-таки Нюкс Тайни тем временем уже с деревом, он уже снес вышку Как раз к нему вернулись Висп с Тайдом Они все вместе расковыряли вышку Идут дальше, он очень быстро к вышку бьет Опять дает ему ворчарж ввысь 40 атак спида, но не так много, но практически гиперстон Который 55 дает Биджит за ними Пупея, пытается как-то дуковать Понимает при этом, что они его убить могут, если чего Если что Дэнди есть невидимость, он пытается сплитпушить Если что, он уйдет просто Хвост отчаянно фарм, Баттлфури есть, Яша есть ПТ пока что нет, но скоро будут Видимо, рашит манту отчаянно Манта ставил Посмотрим, давайте посмотрим нет ворс По крипам у них более-менее 120-108 Ну, такое Ну и, собственно, и нет ворс примерно такое же Практически на тысячу больше денег у антимага Посмотрим, справится ли он синий чуть позже Когда пойдут серьезные драки, серьезный ПВП Дэнди сторожит здесь Сторожил Снейхинга Кинул ему дайгер в спину, тот убегает На этом, собственно, конец истории Питает, плюнув в крипа, добыл Жакира бегает, ворды ставит Нашли, наконец, центры Здесь постоянно стояло в центре его нави Постоянно видели они Конечно, не сильно им это помогало Дэнди сплитпушил Сплитпушил В итоге всем он надоел Сюда вызвали, не пососаясь на своего вендетты Хотели убивать, но он сам уже понял, что задержался здесь Убежал, взял double damage Снизу опять давит Пытается как-то вышку поддамажить по чуть-чуть Висп сауэй Даже прилетел тп саппорт Жакира очень бедно, по кулдаунам просто ворды смог покупать Опять ворды смог телепорт Обычный ботиночек Влетели, убили антимага Который непонятно как здесь оказался, видимо Вместо Дэнди пришел сюда сплитпушить, а здесь как раз эти ребята, которые поджидали Дэнди, изобрели антимага Показывают синюю, он собирает опять Дэйдалус, как в прошлой игре Гоним Дэйдалус, в принципе, ему достаточно под оверчарджем без па Это еще 70 атак спида, то есть атак спида ему так особо и не нужен при этом Мы смотрим, что он делает с Пупеем, дает ему криты По 400 критует в Пупея Собственно, судя по всему, Пупея просто умирает сейчас, да Ау, и Викидсик Это карбонный футбол, Пупея Пытается найти опеник на миде, здесь стоит на них, смотрит в эту сексу Сбивает телепорт Арстарков, всегда хорошая идея, врывается просто, стоит, убивает Показывал свой блинг, шок Здесь же бесстрашно, синий просто ходит Никого не боится совершенно, на вышке просто сзади приходит, кокдор протекшн Тоже мне не особо интересно Вышка просто уничтожается Надо теперь им еще кого-нибудь убить, да и на Рошана пора бы уже, ведь мы решили, что так могут Стягивается постепенно к Рошану, ворды есть, ворды все видят с обоих сторон Лежит реген здесь Пойдут, не пойдут, непонятно пока вроде как, то ли бейзи, то ли что Не поймешь Входит в лес смело Нави собрались, нави заюзли смок Бегают лайт оф хэвен Прострелят Рошана, они думают, что все у Рошана Ворда здесь не такой большой вижн, как бы О господи, я не могу рисовать Здесь тоже все спрятались, тоже коварные засады, очень хитрые прям Психологические такие атаки Выходит жук одинокий, всех остальных в принципе видно, связывают жука Врывается Тайф, прям на весь пас он встает, не очень хорошо Сейчас будет Раваш, встягивает всех, дает ульта Квапа По два героя с обеих сторон умирают, хвост пытается гоняться за виспом Сейчас хвоста чуть не убил Тинни Добирает хвоста Пак Пак получает даблкил, уезжает он на Дэнди Дэнди за ним гонится дальше, он использует просто телепорт и уезжает Три в три поменялись Тинни между тем выжил, идет на базу Собрался в этой Даус Антимаг не очень, к сожалению Так и не было у него манты до сих пор Очередной проблемный файт для нави 12.20 на двадцатой минуте Уже адвантаж перевалил обратно В пользу команды Дигнитас По голде все более-менее пока что Более-менее ровно, но В основном из-за вышек По вышкам как бы выигрывает нави Пока что у них есть еще на боссе вот эта вышка Удивлен, что сейчас ее А, ну в принципе нельзя ее было забрать, здесь много живых было Дэнди украл инвис и просто улетел на базу Собрал он ВКБ наконец Из прошлой игры видимо понял Практически все ВКБ думаю и хвосту даже не помешало бы Спллшил и спллшилдом, но Начинает раскастовываться аж страшно Там такой кластерфакт произошел Я даже следить почти не успел Там минус четыре сразу По два с обеих сторон Да, Light of Heaven отлично связал Но там Жук стоял практически на месте То есть там крепко проверяется Жук стоит Они друг на друга посмотрели Он подумал и связал Очевидно было, что Жук бейсит при этом Тайду просто не повезло Тайду Он ворвался прямо на айс пасс И из-за этого такой неловкий сперва файт произошел Там умудрились всех стянуть еще туда Кинуть Макропайер и Как бы все равно не Не задалось Ну и собственно Рошан Поняли, ребята, что сильные Раваш в откате То есть Тайд может стоять просто снаружи У нее блинк есть Ползают Пытаются забейтись То есть Смого Рошана они Убивать не хотят Они хотят Приманить врага ВР-ка прострелили Понимаешь, что там никого нет Теперь можно врываться уже на Жакира Почему-то погнали Находят Дарксира Находят и Жакира Жакира вроде бы убегает Дэнзи Тратит Скрим просто в никуда Убивает Дарксира Тем временем Убивает Испа Приходит Тайд Дает Раваш Хвост опять умирает Опять чуть-чуть умирает Лайт оф Хевен Пытаться он бежать на Виндране Не сильно получается Отлично сморозил всех Смайл Не пошли ребята дальше Заюзали смок и пошли на Рошана В принципе довольно побитые Просто домой чисто пошли И смог они дали исключительно для мувспида Так и есть Очень как-то наивно на Ави поступили Был шакл шот Сразу же была инфа Что на Рошане нет никого Жакира продолжал находиться вот здесь вот Дарксир все понял Зачем ты побежал по речке По самому узкому месту Собственно Его здесь Со всех сторон обступили Пытались убивать Здесь Дэнзи сдувал Но все пошло не так в итоге Дарксира убили А тем временем здесь Всех остальных Товарищей на Ави просто Тинни все исполнили И закуверяли Хвост из стана просто Даже выйти не успел Ему дал стан Никс Ассайсин Дал стан Аваланж Тинни Подкинул потом И все Этого хватило Делает Момо очевидно Масков Мэднес Давидалов Лучший билд на тайне Доказано неоднократно Ну и пошли матчить с Рошаном собственно Тинни весьма резан Тинни весьма резан Презо бьет Рошана сейчас Посмотрим будет ли он забирать Свой телепорт обратно После этого Что-то очень интересный момент Прострелили твой эрк Теперь уже понятно что Рошан Рошан Рошаном уже И не успеют И как бы в прошлый раз Обосрались Даже не стоит так говорить На стриме Постали жить между тем Воу Вторую не крыле фака Ну что Тут не проблема Чего-то интересного не Это release Радианс Ботом Тауэр 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 Дэнди прыгает здесь, что-то делает. Ультимейтор у нее есть, но больше ничего он так не сберет, скорее всего. По тысяче критует крипов как минимум. Да, Тинни улыбнулся и ударил пальцы по голове и сделал трипл килл сразу. Хвост все ждет свою манту 30 минут. Не верен, даже за 30 минут зафарм, если он ее ходит, рубит крипов. Манта здесь явно уже не поможет, Таня больно на автоконтрол. Убивает Дарксира. Блэймит про кунку. Отлично связали, отлично убили пака. Он вышел неаккуратно. В общем, что-то мне буквально в лицо выпрыгнул в экран застанин какой-то человек и умер сразу же. Минус два сделали сразу же. Команда Дигнется. Странно, что не пошли они пушить пока двое мертвых. Таймер на смерть не такой большой, в принципе, пока что. Время есть. Не уверен, что там еще хочется себе тинни такого купить, кровавого анархического. Доминатор есть, скажем, все есть. 5000 денег у него. 13-1 счет. Можно уже, в принципе, по киллам табличку включить, чтобы показать, какой он классный. Тайд и пайп. Тайверюбан Тайверс Да, бутон. Тайверс 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 Выс .. Вильябан Уганда Эта оплата под армагометка у айгиза Убила Жакиру Эта оплата под армагометка у айгиза здоровье дает бутерфляй тиннику помимо его его пассивки плюс лайфстил его очень сложно убить я не знаю вообще убьют ли они когда-нибудь учитывая что у него еще икс мог бы уже и рапиру собирать вместо этого и тут по 1200 уже как-то все равно они не очень торопятся и прикольно по аркаде что купе перерезала на блин раз два три получит вот и все ребята здесь пытаются сплитпушить у здесь монта есть мидран хаммер есть даже полторы тысячи если он успеет дофарим все бкб то не думаю конечно что он тинни все равно убьет но хоть что-то попробовать можно будет это уж совсем жалко на его 2 игру подряд так проигрывать это он совершенно с таким же очевидным пиком даже не пытались ничего не делать насчет этого связали с крипом а вы расстреливают не думаю что это сильно беспокоит тратит фортифай опять его станет здесь пак с некрайм трейсинг пытается пушить вышку он пушит и быстрее даже чем ребят на миде забейся он свитч все пришли сюда хвост продамажился с некрайм пошел лечиться ну все идут на бот а я здесь протух чувствуется сейчас они просто все уйдут и будут ждать нового рошана у нас еще четыре минуты увлекательный дота ожидает не видимо решили что достаточно хорошо смог смог включили это очень важно что не заметили как вы подходите к вышке первые два метра отошли связали их вдвоем отлично связали но тай дает роваш просто раскатывает всех дэнди с бкб врывается и вопрос с руки убивает пытается пытается денег но не получается заходит пупе из двух ударов остается практически без хп пытается убежать страной достает опять все связать вверх но не слишком хорошо дэнди здесь ловит дает им сайлинс не может амлинковаться уже может убегает прыгнуть в деревья но все но это стоит убивают не повезло с бараком очень сильно очень интересную игру нам показали сегодня команда дигнет из давних не видеть сильных теников задоминирует так сказать аминави это устанет пытается привязывать пытается кидать у него всякое отогнали от бараков как минуту те поняли что ребята не хотят говорить в гвп пока что и пошли на рошана по фармит прогенится там рошан реснется как раз остался две минуты можно заодно и слот какой-нибудь купить там чем продать что-то уже летит сатаником будет делать в один слот сложилось так ладно здесь здесь вообще хоть что-нибудь не думаешь конечно что есть какой-то шанс у них тем не менее талисманов и вы же зачем-то купил и пей хочет хоть как-то выжить хоть один удар за его из не знаю были ли миссы в последнем файте там столько все происходило не успел я даже смотреть хост летать бкб доделал но дэнди рядом с ним мне тоже бкб есть как со не дождались верки кежилл клок есть помимо мекки ну собственно все тоже тоже хекса нет мы бы дабы хекс будет попроще не так ребята опять пошли влетать пролетают купе и бьют купе и миссует два раза подряд синик не особо помогает талисман конечно хоть немного и попробовал но спасти не спас 1800 можно сказать зря потратил купе очень без скептор купил но здесь такой прокаст при этом что это тоже не вариант то есть как спасаться это вообще не ясно какой-то просто убийца ходит по карте очень любит барабаны ребят два барабана у них полные заряды в обоих вот видим прожимать просто куда он смотреть как быстро им все сломает рошан быстро очень умирает сейчас возьмет а егс и и все это дело закончится здесь пытается навес плит пушить таки на топе ходит по лесу у них но ребят просто идут по миду и ничего делать им просто не останется вот уже летят телепорта все прекрасно понимают что если тени допустить до барака то через десять секунд то он и трон сломает летят они с висплом просто на блат опять пути проламывает в кабину просто нет посоветовали здесь что место место проламывает лицо можно говорить проламывает кабина это не будет как лепеть и звучать отличный совет был не связан с никого вверх вместо этого садится на стан летает антимаг включает бкб включает мантов пытается драться не особо получается дэнди просто вырывается мкв получать крит на 1500 по моему успуге убегает просто в разные стороны все пытает прыгать дают роваш за не подбирая даблкил и собственно это ггвп всех они убили практически эти мага выкупаются пытается дальше драться но здесь уже все ггвп забирает от беста в три в сухую на юге дегнитос замечательно сыграли весьма сильным пиком хорошую у них таксика у них все нормально делают ребята удивлен что на из первого раза не научились и второй раз на те же грабли наступили возможно будет им повод задуматься потом над этим всем думаю что антимакс и антиспелл шилдом спасет вот от этого барна это был бы не магнаил ходит по фонтане и зерфакс гивен просто бьет всем лицо видите я сначала сказал кабину а потом сказал лицо и вроде нормально вышло ггвп была последняя игра на сегодня пять игр за сегодня посмотрели надеюсь что получили удовольствие всем спасибо кто посмотрел вместе со мной это все вода будет выложена на ютубе я потом твитону follow my twitter который снизу там по стрим я кину линк там youtube и twitter вот это все спасибо всем до свидания а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok